Лайф сторис. Жизненные истории. — Кир и Витя о чем-то спорили, а я смотрел на них и ужасался, словно понимал, что это все не должно было происходить вообще. — Витя? — все же спросил я. — Саня? — он испуганно посмотрел на меня. — Да он просто в обмороке, не боись. — Кир похлопал его по плечу. — Нет, 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 так не должно быть! — взревел я. — Да, но так вышло. — спокойно ответил Витя. — Ты это держись, друг. Он мне улыбнулся, а мне стало невыносимо. — Это же глюки, да? Это же все просто паника! — Я хотел убедиться, что друг жив. — Нет, это просто то, что ты и так понял, когда услышал взрыв. — Ладно, нам пора. Береги себя, и моих тоже. Я верю в тебя, — сказал Витя, и они с Киром пошли. А я не хотел больше возвращаться в эту реальность. Мне пришлось приходить в себя, но я гнал поганые мысли прочь. А когда открыл глаза, то по лицу Вовы я понял, что это ни хрена не сон, что это произошло. — Нет, — прохрипел я. Вова лежал на соседней койке. — Сам не верю, — еле сказал он. — А, — я хотел спросить про Юрия Михайловича. — Жив. Понял меня Вова. Я посмотрел на потолок. Голова еще кружилась. Но было так хреново, что это все казалось полным бредом. В палату зашел врач. — Здравствуйте. Пришли в себя. Он посмотрел на нас. — Да. Кором прохрипели мы. У вас ушибы и сотрясения. Поэтому через пару дней я выпишу вас домой. Ваш отец тоже в порядке. Его не задело. Спасла дверь подъезда. Только руку сломал. — Так что я разрешил ему навестить вас. Мы кивнули в ответ. Встреча с Самойловым старшим протекала бурно. Точнее, реагировали мы бурно. А он корил себя за то, что посадил сына в эту чертову машину. И перестал проверять уже давно свое авто. Его много раз пытались взорвать. А потом как-то перестали. Так как он ловил всех тех, кто пытался это сделать. Но это было не единственной новостью. Также был убит программист, что ожидал нас там. Квартиру вскрыли и подожгли. Перед этим вынесли все, что было можно. Деньги, золото, шубу матери Кирилла. Я знал, что искали. И явно не нашли. Так как то, что было нужно, я перепрятал давно. И знал об этом лишь я. К их великому ужасу информатора и семью тоже убили. Отравили. А это значит, что выходили из тот, кто слил информацию. Крыса. Сын, мне нет прощения. Сидел он на кровати Вовы. Отец, это не твоя вина. Вова понимал, как и я, с чем это связано. Простите и меня. Я прохрепел. Кир вас не впутывал. А я вот наоборот. И вот итог. Я винил себя. Вокруг меня гибнут люди. Не смей! Прокричал Юрий Михайлович. Ты все сделал правильно. И не вини себя, сынок. Это я старый дурак. Совсем перестал думать о том, что может быть. Я стал слишком доверчив. И перестал проверять. Вот теперь и поплатился за все это. Он гордо встал и вышел. Я посмотрел на Вову. Тот просто закрыл глаза. Я чувствовал его боль. И сам чувствовал то же самое. Время в больнице тянулось медленно. Благо, мои родители ничего не знали. Но я стал волноваться за их безопасность. Да, Юрий Михайлович тоже об этом подумал. Поэтому было решено действовать на опережение. Нас выписали. И начался полный кошмар. Который я никогда не смогу забыть. Даже спустя столько лет. Собственноручно. Самойлов-старший перешерстил всю свою контору. И столько голов полетело. Просто не описать словами. Свою жену он отправил к моим родителям. Она удивилась, но промолчала. И дала слово молчать о трагедии. Как ей сказал супруг, что оплакивать будет еще время. Но спасти нужно тех, кто остался. Она приняла и поняла мужа. Похороны были быстрыми. И женщина, скрипя сердцем, поехала якобы для отдых. Ей было тяжело улыбаться. А особенно говорить о том, кого похоронила. Даже не оплакав и не оповестив никого. Словно преступника закапывали. Молча и без шумихи. Даже соседи думали, что он жив. Просто в больнице. Как оказалось, штатный программист был информатором. Но не так давно. Молодой парень денег захотел. И его наградили. Но не деньгами, а билетом на тот свет. Так же были и те, кто как раз создавал программу защиты свидетелей. Там, на удивление, Самойлов поступил жестко. Просто подстроил своими руками им приговор. И они сами же налетели на пули. При якобы разборках. Которые спровоцировали местные власти. Считай, героями еще их похоронили. Просто невозможно. Кровавые две недели царили в нашем городке. Местные жители уже придумывали, что грядет переворот. А еще появилась проблема в лице более стоящих лиц. Спецслужбы заинтересовались таким всплеском. Но Юрий Михайлович словно плевал на них. И как детям подкидывал подсказки. Чтобы они дошли до Фридмана. И не забыл о Кире и о своем сыне. А обтяпал странное совпадение с программистом. Что тот оказался не просто крысой. Но и подставил тех, кто занимался защитой свидетелей. А когда я спросил у него, почему именно на него всех собак повесили. То Самойлов старший спокойно сказал. Что у него нет родных. Сирота. А у тех семьи. Но если бы у него были хоть малейшие родственники, то и его бы обставил героем. Чисто для семьи. А так ему явно там уже все равно. Логично. Не мог не согласиться я. Фридман притих. Он понимал, что за ним наблюдают. И очень сильно. По приезду родителей мы уговорили их, что стоит купить дачу. Это было странно. Я и Вова, нет Вити, но сам Самойлов старший. И все про дачу. Мол, очень надо. И еще супругу в помощь ждали. Хоть и стали что-то подозревать, но промолчали. А жена Самойлова просто попросила, чтобы они берегли себя. Я поражаюсь ее героизму и выдержке до сих пор. Она же стойко делала вид, как все прекрасно. И только благодаря этому я смог спасти своих родителей. Когда Самойлова стали расспрашивать вышестоящие лица, почему его супруга уехала, то он списал все на нервный срыв. Все же потеря сына. Даже тут уже покойный Виктор помог нам, так как ее трогать не стали. А нам всем пришлось так стиснуть зубы, что не было даже минуты помянуть друга, брата и сына. Отчего мы злились. Но настал день, когда потери перешли все границы. А мы навсегда потеряли друг друга. Утро было без того поганым. Мы были на нервах, спали по очереди. Да, и постоянные проверки в уголовке мешали полностью сосредоточиться на том, кто нам был так нужен, а именно еврей. Юрия Михайловича постоянно вызывали. Но именно сегодня один из проверяющих обнаружил зацепку. Ту, которую не увидели мы, но которая привела его на нас. «Посло лишь одно — это любопытство проверяющего, который просто приехал к Самойловым домой». «Приветствую», — произнес Аркадий Николаевич. «Здравствуйте! С чем пожаловали?» «Да еще и лично», — отшутился Юрий Михайлович. «Может, я пройду и поговорим?» Спокойно сказал он. «Прошу!» Напрягся Самойлов. Мужчина прошел и обвел нас взглядом. Усмехнулся. «Хм, видимо, я не ошибся. И так это звучало, как в лотерею выиграл. Смотря с чем». Серьезно сказал Самойлов. «В народных мстителей играете?» Забавлялся он. «Хотелось ему врезать». «Не понимаю, о чем вы?» Сделал равнодушный вид отец семейств. «А я вот уверен, что понимаете. Будьте более серьезны, Юрий Михайлович!» Произнес он уже серьезно. «Все, что вы сделали, за столько лет на службе, только это привело меня к вам, без арестов и обвинений. Но я хочу быть уверен в том, что не ошибся в вас, и есть очень веские причины ваших поступков». Встал он и прошел к окну. «Говорите», – спокойно ответил Самойлов. «Я посмотрел видеозапись, где был убит Кирилл. Также провел параллель со смертью информатора и его семьи, и тех, кто погиб после. И вот что понял, вы играете с огнем. Погибает ваш сын, но именно в вашей машине убит программист на пороге покойного, что был другом вашей семьи. Далее вы очень красиво все обставили. Только есть одно «но». Тот, на кого вы охотитесь, явно желал получить что-то более важное, чем какой-то шиномонтаж, который не такая большая и весомая часть. А значит, есть то, что было у покойного, но не достает и вам. И вы, судя по вашим лицам, не знаете, о чем я, а слепо мстите». Он обвел нас взглядом. А мы впали в ступор. «Что мы упускаем?» – спросил Самойлов. У покойного молодого человека были документы на еврея. И не просто документы. Он нашел то, что могло бы посадить этого человека и не только его, а также многих тех, кто занимает верха. Но парень был не глупым. Как показала прослушка еврея, то он не шантажировал. Да и узналось об этом случайно. Он не собирался влезать в это все. Но когда к нему пришли, чтобы крышевать, то он между делом намекнул, что может всплыть еще кое-что, и показал копии. А куда дел оригиналы, они так и не знают, но уверены, что у вас у кого-то они есть. Поэтому они стали действовать. Мы больше пяти лет ведем за ним слежку, и доказательств достаточно, но только на него одного. А вот те документы нам бы очень помогли. Поэтому предлагаю сделку. Он присел. Прежде чем вы ее озвучите, то должны знать, что у нас их тоже нет, сказал Самойлов. Есть. Только вы об этом еще не знаете. Он посмотрел на меня. На его компе? Удивленно спросил я. Да нет, посмеялся он. Да если вы о них знаете, то почему просто не скажете, где они? Меня прям взбесило. Да если бы я знал, то давно бы уже этим воспользовался. Когда я приехал к ныне покойному Кириллу, он отказался мне помогать, сказав, что не доверяет мне. Давить смысла не было. Не из тех, кого можно пугать. Да и нужно было узнать, где они. Мы же не звери, чтобы пытать. Да и парень затеял игру. И мы не могли понять, какую. А потом узнали. Он прокашлялся. Кирилл узнал, что вы, Юрий Михайлович, являетесь угрозой еврею. И вас хотят убрать. Поэтому он просчитал все, чтобы обезопасить вас и вашу семью. Он знал, что скоро придут его друзья из армии и смогут помочь другу. Дело, как вы понимаете, непростое. Но он не хотел рисковать. А говорить вам было опасно. Вы бы стали тут же шерстить все. И тем самым запороли бы дело. А так он полтора года держал их подальше от вас. Далее Александр. Кому, как ни другу, доверить документы. Особенно тому, кто любит всякие квесты. И рано или поздно сам все поймет. Но не учел, что друг из армии будет явно расстроен и не способен думать логически. Сказал этот тип. Стоп! Меня осенило. Кир знал, что его убьют? Я не хотел поверить в это. Бинго, мой друг! Похлопал в ладоши этот тип. Он сказал людям Фридмана, что отдает документы в обмен на неприкосновенность Самойловых. Он составил завещание, все учел и спрятал документы, чтобы вы могли потом их найти. Так что, господа, думаю, нам есть что обсудить. Он явно наслаждался этим моментом. Слушаем! Сказал старший Самойлов. А мы с Вовой кивнули. Итак, ищите подсказки. Даю вам на это ровно 10 дней. Потом помогу красиво замести следы в обмен на информацию. Вы не преступники. Я прекрасно понимаю ваши мотивы. Но большего дать не могу. Серьезно и очень осторожно сказал он. Спасибо. Тихо ответил Самойлов. Аркадий вышел, и мы принялись обдумывать все, что услышали, а также материли себя за такой промах. А еще что Кир в одного защищал нас и не осмелился просить о помощи, так как Самойлов старший был человеком быстрым и горячим. А еще его принципы о помощи впервые его подвели. Но времени на самобичевание у нас не было. У нас было ровно 10 дней. Я и Вова приехали в сгоревшую квартиру Кира. Стали искать все, что могло остаться, и нашли. Я охренел, когда нашел то, что видел уже не раз, но не обращал внимания. Там были цифры. Словно кто-то от нечего делать на сливном бачке написал цифры. И если бы не фонарик, то я бы тоже их не увидел. Они хорошо скрыты. Там были координаты. Мы стали вычислять их. Благо у Вовы с ними проблем не возникло. Место, что было так хорошо спрятано, это загородная дача родителей Кира. О ней вообще мало кто знал, но даже если бы и знали, то один тайник был только моим и Кира. Дом на дереве, что скрывал в себе старое дупло, которое было с двойным дном. Как же я мог забыть об этом? А вот Кир не забыл. И даже бы если нашли, то дно у дупла явно бы не проверяли. Так даже если стучишь, то невозможно простучать его. Кир тогда хорошо подрудился. Нужные бумаги были там. И немало. Фото, записи, счета, сводки и много чего. Даже какая-то старая флешка. А еще письмо. «Привет, мой друг. А может, ты с Самойловыми это читаешь?» «Ну тогда и им привет. Ты злишься на меня сейчас, но я должен был это сделать. Я умирать не планирую, но если ты это читаешь, а я не сижу рядом, то значит не смог продержаться. Прости, что так вышло. Я как мог старался защитить вас, но не всегда козыри в руках дают полную безопасность. Я верю, что ты не оставишь моих родителей и всегда будешь рядом. А если эти оболтусы тут, то пусть тоже не злятся. Так было надо. И так было правильно. Два года без друга. Это жесть, скажу я тебе. Но я рад, что завтра ты уже приезжаешь домой. И мне жаль, что мы о многом не поговорим. Прости, Сань, я не хотел, чтобы все было так. В этом старом домике под половицей я припрятал пакет. Там есть хорошая сумма, чтобы все вы могли уехать. Я стащил ее у еврея. Надеюсь, что он не сильно расстроится, когда поймет, кто ее спер. Просто я отучился на программиста. Курсы, но много дали. Так что его счета пострадали. А вам пригодится. Буду скучать, но живите много и много лет. С уважением, Кир. Мы прочитали это письмо несколько раз. В глазах слезы, в горле ком и боль. Ужасная боль потери. Кир и его родители. Витек, а что дальше? Кто будет потом из осраных черных делишек и жадности некоторых верхушек? Половицу мы вскрыли и охренели. Да, он, похоже, хорошо грабил еврея. Даже забавно. И как только успел. А еще то, что он знал, на что идет ради нас, было слишком жестоко. Но я бы, наверное, сделал то же самое. И он бы тоже меня ругал и злился. Кир надеялся, что не умрет. Но явно понимал, что это не так и чуда не будет. Мы с Вовой поехали к нему домой, обсуждая по дороге, как быть со всем этим и верить ли этому человеку, что дал нам 10 дней. Хотя управились мы быстрее. Спасибо, что направил. Подъехали мы к дому и тут же замерли. Вокруг было много народа, милиция, пожарные и паника. Сама с собой дала щелчок в голове. Мы выскочили из машины. Нас перехватил тот самый Аркадий Николаевич и быстро затолкал обратно в нашу машину. Сам сел тоже и показал, чтобы мы валили быстрее отсюда. Мы приехали в какой-то местный, но дешевый отель. Он завел нас и закрыл комнату. Какого хрена, блин? Взревел Вова. Стой и выслушай, сказал нервно этот человек. Что еще я должен слушать? Дайте угадаю. Мы вам документы, а вы нас на тот свет. Озлобленный Вова пылал просто яростью, а я молча пока что смотрел. Владимир, успокойся. Я спасаю твою жизнь и жизнь Александра. Ну и свою. Не стал стесняться он. Не понял. Я уставился на него. У вас в квартире прослушка, мой друг. И меня сегодня тоже хотел убить мой же помощник. Но не смог. И я быстрее. А он болтает много. Но не об этом. Я поехал к твоему отцу. Среди спецов тоже знаешь ли много тех, кто лижет богатый зад. Но не успел. Твой отец был застрелен, как только вышел. Я стоял в тени, а увидел вас и решил, что нам, ребятки, пора спрятаться. Поэтому я ищу безопасный канал. Вы же делаете вид, что ищите документы. Он строго посмотрел на нас. Отец жив? Спросил Вова. Нет. И мне очень жаль. Я уважал Самойлова. Поэтому и пришел к вам тогда, чтобы договориться. Аркадий Николаевич сел на стул и закурил. Мы разворошили осиное гнездо. И поверьте, теперь вы и я хуже преступников. Четыре дня, как в бреду, не жалея сил и нервов. Словно не мы должны хоронить главу семьи. Меня и Вову вообще объявили в розыск. Аркадий Николаевич тоже был теперь почти предателем Родины. Я не знаю, что там творилось с нашими родителями, но даже боялся представить, что они сейчас испытывают на себе. Шиномонтаж отец не отдал. Об этом не рассказал Аркадий. Он разрешил без отчества. просто оформил на себя, как только его сын теперь в розыске. А ему приходится вести дела самому. Но недолго. Шиномонтаж подожгли. И машину тоже. А выставили все так, мол, это моих рук дело. За то, что отец выгнал сына из дома. Версий было кошмарное множество. Мы с Вовой бесились и готовы были идти стрелять их всех и каждого. Не понимаю, когда наш тихий мир превратился в этот кошмар. А на пятый день случилось то, чего никто не ожидал. Мы решили выйти на улицу. Оделись понезаметнее. Стоило выпустить пар и прогуляться. Тем более шесть утра, типа на пробежку. Мы вышли и отошли к маленькому парку. Встали за дерево, делая разминку. Мы планировали пробежаться, только вот к отелю подъехали две машины. Мы затаились. Из одной машины вытащили Аркадия. И по нему было видно, что его били. И немало. Люди в форме, а с ними довольны еврей. Все бы у них было хорошо. Только вот документы Аркадий он нас не взял. Сказал, так будет лучше. Видимо, понимал, что может быть и так. Они все зашли в этот постоялый двор. Так мы прозвали этот местный притон. Мы встали за кустами. Из наших окон высовывались люди. Видимо, искали нас. Пришлось хорошо приглядеться. Затем одна машина уехала, а вторая просто припарковалась менее заметно для других. Так что если бы мы сейчас ее не видели, то и не заметили бы. В общем, сейчас у нас было преимущество. Не хочу говорить о подробностях, но нам пришлось идти на крайние меры. Первое, что мы сделали, это подкрались к машине. Слишком самоуверенные типы были эти люди. И даже не закрыли. Сначала решили, что ловушка, но нет. Их ошибка сыграла с ними злую шутку. Там под сиденьями было ружье и пистолет. И если бы мы не поискали бы, то не нашли бы даже. Вова молодец. Решил проверить, и мы уже не с голыми руками. Идти в номер даже с оружием было бредом. Решили разделиться. Этаж был второй, так что не так высоко. Один идет в лоб, а второй через балкон. Вова пошел в лоб. Спрятав пистолет, благо оба оружия были заряжены, и был какой-то шанс выжить, я аккуратно обошел здание и полез к соседнему балкону. Там никто не жил, иначе было бы опасно. Старался лес тихо, а когда залез, притаился. По голосам я понял, что в номере четверо, Аркадий, еврей и еще двое. Они явно избивали мужчину, чтобы выяснить, куда он дел нас и документы. Аркадий смеялся, говоря, что он старый дурак, раз не сразу понял, что некий Михаил крыса, и причастен не менее с самого Фридмана. Щелчок, дверь открылась. Значит, Вова уже там. Завязалась потасовка. Пора. Прыжок на балкон, закрытая дверь. Стрелять смысла нет, значит, бьем. Мое появление вызвало явный шок, так как никто, кроме Вовы, увидеть меня не ожидал. Выстрел, и один из мужиков скатился по стене. Еврей прикрылся тут же Аркадием, а второго я уже пристрелил. Так, так, остатки друзей из песочницы. Шутить решил этот придурок. Так, так, дядя покойник, пошутил Вова в ответ, но по его лицу я читал лютую злость. Пять минут это много, особенно когда можешь потерять еще кого-то, или когда слышишь шум машины, что подъехала, и тогда выйти вы уже не успеете. Аркадий понял меня без слов и просто моргнул, подтверждая мою правоту. Я сделал выстрел в еврея, только чудом задел лишь плечо Аркадия, но все же ранил. Мы выскочили через балкон, все трое, даже ранены, благо пока нас искали там, мы свалили тут. Это коротко и глупо звучит, но так много мы по кустам еще не бегали, а потом еще угон машины, ну ладно, хоть и бандитской. Мы не знали куда ехать, и кто нам друг, а кто нет, но Аркадий решил рискнуть, и на наше счастье не прогадал. Он позвонил своему другу, и кратко изложил ситуацию. Тот молча выслушал и сказал куда ехать. Было страшно, но делать нечего. Мы приехали в какую-то глухомань, где нас встретил один человек. Я, честно говоря, ждал засады, но ничего не произошло. Он взглянул документы, обработал рану Аркадия и сказал ждать. И настала самая тяжелая ночь. Бегали, слушали шорохи и боялись. Стало страшно. Что может произойти? Но Аркадий верил в своего друга, хотя сам нервничал не менее нас. Наутро мужчина приехал и огорошил нас новостями. Все, я вас отмазал, но радоваться рано. Он закурил и мы тоже. Все, даже Вова закурил. Так, Аркаша, ты едешь со мной и с младшим Самойловым. Вы даете показания и то, что произошло, рассказывайте так, как я сейчас вам все объясню, чтобы вас не обвинили, так как вы работали на разведку, а именно вычислили крыс. При этом героически погибли двое Самойловых плюс один гражданский Кирилл. Так, теперь ты. Он повернулся ко мне. Прости, но тебя я убрал полностью, сказав, что ты служишь по контракту и отправился сразу после Виктора Самойлова. И все, что писали о тебе, это провокация, чтобы друзья кинулись тебя спасать. Родителей твоих я предупрежу, а ты отправляешься в город Грозный. Это столица Течни. Там сейчас идет война, а ты как раз служил в спецназе. Гарантировать, что ты вернешься живым, я не могу. Это война все же, вторая уже с ними. Сколько ты там пробудешь, я так же не знаю. Он тяжело вздохнул. Я согласен, сказал я. Лучше так, чем позор для моих родителей, ведь никто не станет разбираться, что я боролся за свою жизнь и жизнь близких. Но он же не виноват. Взревел Вова. А им плевать, и все, что я смог сделать, это отправить его на войну. Ты сын самого Самойлова, Аркадий ФСБшник, а на Саню всех собак повесят, дабы насолить тебе. Тебе, Вова, тоже, между прочим, придется стать простым участковым и быстро свалить в какое-нибудь село вместе с матерью. А его семья будет жить спокойно, зная, что сын герой. Нервно сказал мужчина. Вова, так лучше, чем всю жизнь спрятаться. Я похлопал его по плечу. Поймите, я сделал все, что смог. Да, вы можете отказаться, вас, конечно, похвалят, но кто сказал, что не будут мстить? Аркаш, ты тоже, кстати, на пенсию ходишь, и должен будешь уехать в течение двадцати четырех часов после оглашения приговора суда над этими преступными группировками. Тяжело, сказал мужчина. Да я, наверное, уеду. Вы снесли хорошую голову, но новая голова не потерпит тех, кто много знает. Сказал он. Прости, друг, сказал Аркадий. Да хрен на них, мы же друзья. Мужчина пожал нам руки, и мы поехали. Я попрощался со своими родителями и обещал писать, а после меня быстро отправили служить на благо Родины. Вова уехал в небольшой поселок, нам запретили даже общаться, поэтому спустя пятнадцать лет мы только смогли увидеться на могиле у наших родных. Аркадия мы больше никогда не видели. Вова? Спросил я у мужчины. Не верю глазам, ответил он, ты седой уже весь. С ужасом посмотрел он. Да, потрепало меня. Я кивнул. Сейчас у нас есть семьи, мы живем не так хорошо, как хотели когда-то, но сейчас уже нет смысла гадать, как было бы по-другому. Вова участковый, а я работаю слесарем. Мы с Вовой видимся лишь на могилках наших родных, говорим друг другу привет, как дела, и так иногда болтаем, но страх никуда не ушел. Мы слишком многое пережили и не смогли изменить этого. Кот всем телом прижался к юноше, который пытался его согреть. Сейчас, сейчас! У юноши дрожали руки. Он едва не плакал, глядя, как трясется тельце животного. Кое-как получилось запрятать кота под толстовку, а гляделся по сторонам. Где они вообще? Молодой человек сделал пару шагов наугад. Темнота заволокла все вокруг. Дальше вытянутой руки совершенно ничего не видно. Ему захотелось закричать, позвать кого-нибудь на помощь, только голос не слушался, а слова застряли глубоко в горле. Впереди золотом вспыхнул фонарь, осветив заброшенный полустанок. Юноша ахнул и со всех ног помчался туда, придерживая кота. Стоя под фонарем, молодой человек вглядывался в остылую тьму, где, как ему показалось, кто-то бродит. Он вдруг понял, что кот дрожит не от холода. Кто здесь? Позвал юноша, и его оклик утонул во тьме, как идут ко дну моря сундуки и корабли вместе с погибшими моряками. Только там их могут подхватить женщины с рыбьими хвостами, о которых так любил рассказывать дедушка. Но на полустанке юноша был один на один со страхом и неведомым ужасом, блуждающим туда-сюда, словно набирая сил, чтобы накинуться на паренька и его питомца. «Не трогайте меня, пожалуйста!» выкрикнул юноша. «Я заблудился, но никому не желаю зла, честное слово». Дедушка всегда ему твердил, что если оказаться в незнакомом месте, а тем более у моря, а дедухи вот могут сыграть с тобой злую шутку, то нужно поздороваться и сказать, что никому не помешаешь. «Здравствуйте!» неуверенно добавил юноша. Он вспомнил, что забыл поприветствовать тех, кого даже не видит. Издалека донесся гудок. Парнишка встрепенулся. Его сердце заколотило от волнения так быстро, что он даже прижал руку к груди. Кот просунул мордочку через воротник толстовки, навострил уши. К ним мчался поезд. Юноша чуть не запрыгал от радости, но тут же обеспокоился. А вдруг он проедет мимо? Однако по мере приближения к полустанку поезд замедлял движение. Паренек поцеловал кота в макушку. Заметили! Когда поезд полностью остановился, из одного из вагонов вышел высокий мужчина в форме проводника. Паренек бросился к нему. «Сэр, пожалуйста, помогите!» На бегу выкрикнул юноша. «У нас билетов нет, но...» Проводник жестом остановил, попросил замолчать. Ни слова не говоря, он помог пареньку забраться в вагон, улыбнулся коту, с любопытством рассматривающему его своими огромными глазищами. Когда дверь вагона закрылась за их спинами и поезд тронулся, проводник поправил очки, извлек из кармана помятый листок бумаги, внимательно посмотрел на юношу. «У нас билетов нет, сэр!» Снова начал паренек, но был прерван. «Ива и юнос?» спросил мужчина. «Юнос?» Юноша показал на кота. Тот дернул ухом. Проводник достал еще и остро заточенный карандаш. Напротив имени Юнос написал слово кот. «Ну что?» Мужчина ободряющий улыбнулся. Убрал бумажку обратно в карман. «Скоро вы прибудете к месту назначения!» Ива растерянно глядел на него, почесывая у кота за ухом. «О, незадача!» Проводник поджал губы. «Вы не в курсе?» Ива с удивлением взглянул на кота. Тот в свою очередь поднял мордочку к нему. «Вы попали в аварию!» Мужчина старался не смотреть на Ива и погибли. Юношу будто молотом по голове ударили. «Как это?» «Небезопасная нынче ситуация на дорогах. Да и водитель вам попался никудышний». Проводник похлопал его по плечу. «Пойдемте, отведу вас в вагон». Поезд мчался через безмятежную пустыню, освещая белое полотно снега оранжевыми прямоугольниками окон. В вагоне пахло конфетами, чаем, чем-то цветочным. Кто-то из немногочисленных пассажиров вагона с мягкими сидячими местами спал, то прислонившись к оконной раме, то откинувшись на кресло и подложив под голову свернутую одежду в качестве подушки. Кто-то играл в настольные игры с попутчиками, устроившись за одним из компактных столов. На местах почти у самого тамбура ехала женщина с двумя прелестными дочками. Девочки не шумели, никому не мешали. Просто старательно раскрашивали какие-то картинки. То и дело тихонечко споря о том, что следующий цвет должен быть темнее или светлее. Их мать читала, время от времени посматривая на детей. Недалеко от них ехала пожилая супружеская пара. Старик был классическим добрым волшебником и сказок. Длинная белая борода, пышные усы, задорно сверкающие глаза. Не хватало только магического посоха. Старик увлеченно смотрел в окно, словно чего-то выжидая, хотя там ничего не было видно, кроме снежного покрывала. Его жена, маленькая старушка с собранными в пучок волосами, вязала, сдвинув очки половинки на край носа, постоянно сверяясь со схемой, вырезанной из журнала. В вагон вошел высокий чернобровый мужчина в форме проводника, а вместе с ним сутулый, взъерошенный светловолосый юноша с перепуганным лицом, прижимающий к себе серого кота с мандариновыми глазами. Мужчина в форме показал Ива его место, пожелал хорошей поездки и велел обращаться к нему, если что-то понадобится или возникнут вопросы. Юноша лишь кивнул, сел на сиденье, отвернулся к окну. Проводник положил руку ему на плечо. Вы скоро привыкнете. Ива покачал головой. Вот уж вряд ли. Он поглаживал кота, который устраивался у него на коленках. Девочки, которые занимались раскрашиванием, чуть ли не повскакивали со своих мест при виде животного. «Мама, а можно мы попросим поиграть с ним?» поинтересовалась девочка с красивым розовым бантом. Мать не разрешила. «Нам скоро выходить, вас же потом от кота не оттащишь». Ива видел, что темнота за окном вагона рассеивается. Появляются теплые огоньки домов. Через какое-то время поезд замедлил ход, а потом и вовсе остановился на небольшой станции, где под фонарем стоял высокий худощавый мужчина и хрупкая старушка, которая опиралась на трость. Едва увидев их в окно, девчонки подпрыгнули на своих местах, радостно закричали «Папуля! Бабуля!» Стоящие на перроне махали им руками. Ива с удивлением смотрел на все это. А куда же едут они с Юносом? У юноши в голове не укладывалось, что он мог погибнуть. Вообще Ива всегда казалось, что он бессмертен, как и все в его семье и среди друзей. Смерть была уделом тех посторонних, о которых он только слышал. Безликий знакомый, мамина коллега, дедушкин двоюродный брат, живший в другой стране. Кот мурлыкал, щуря глаза. Мама с дочерьми собрали все свои вещи, разложенные на столе, и направились к тамбуру. Спустя буквально минуту девочки повисли на высоком мужчине, стоящем на перроне. Он хохоча рассыловал их в щеки, обнял. Затем дети бросились в объятии бабушки, которая вроде бы и радовалась встрече, но в глазах у нее стояли слезы. Мать девочек сначала просто смотрела на встречающих, а потом заплакала, спрятав лицо в ладони. Мужчина тут же притянул женщину к себе, стал утешать и вытирать ее слезы, но она зарыдала еще громче. Он что-то и говорил, но Ива этого уже не слышал. Юноша глядел на крохотный городок, в котором остановился поезд. Там не было высоких домов, все постройки ограничивались двумя этажами. Снег неторопливо кружился в воздухе, в свете станционных фонарей его хлопья казались большими белыми мухами. Ива внезапно вспомнил, как вылетел через лобовое стекло. У него перехватило дыхание. Они ехали в ветеринарную клинику. Мама устроилась позади. Она ругалась с отцом Ива по телефону. И юноша с каждым неприятным словом только сильнее вжимался в пассажирское сиденье. От таксиста несло дешевым табаком. Мужчина постоянно переключал радиостанцию, совсем не следил за дорогой. Юнос, возмущенный тем, что его хотели везти в переноске, долго и упорно надрывал глотку, пока Ива не взял упрямца на руки. Довольный своей находчивостью, кот сладко мурлыкал, забравшись на плечо к юноше. Ива внимательно оглядел всех, находившихся в вагоне. К его радости мамы среди них не обнаружилось. Поезд тронулся. Крохотный городок остался позади. За окном снова непроглядная тьма. В вагон вернулся проводник. Он подошел к пожилой паре и предупредил, что скоро их остановка. Старик прямо-таки подпрыгнул от восторга, а его жена продолжала сосредоточенно подсчитывать петли, учтиво поблагодарив проводника. Перед тем, как покинуть вагон, мужчина посмотрел на Ива. У того был такой несчастный вид, что проводник решил поговорить с ним и, если нужно, успокоить. Как вы? Он сел напротив Ива. Юноша посмотрел на него. Я ничего не понимаю. Тихо, тихо, сказал он с давленным голосом. Как я мог не заметить, что погиб? Эх, такое бывает и достаточно часто, произнес проводник, снял свою фуражку, под которой оказались коротко стриженные волосы, чернее вороного крыла. Особенно, когда люди попадают в аварии и смерть настигает их мгновенно. Ива поджал губы. Куда мы едем? Я точно не знаю. Точно могу сказать, что едете в чудесное место. Проводник пожил плечами. У каждого своя остановка. Я узнаю о ней лишь незадолго до прибытия. Юноша задумчиво почесал затылок, размышляя, стоит ли ему задавать следующий вопрос. А что с моей мамой? Проводник достал из кармана все тот же листок, пробежался по нему глазами. Полагаю, что она пока жива. В моем списке пассажиров она не значится. Впрочем, ваша мама может сесть на другой поезд. Юноша тяжело вздохнул. А что с таксистом? Мужчина убрал листок. Понимаете, существуют разные поезда. Ива нахмурился. Есть такие, как наш. На нем вы отправляетесь в то место, где людям при жизни было хорошо, к любимым и близким, которые покинули их. Лицо проводника потемнело, словно тема ему не очень приятна. Но есть и другие, на них уезжают туда, где никогда не найти покоя. В тех краях обитают чудовища, от которых придется все время прятаться. Там страшно, темно и холодно. Ива внимательно смотрел на скуластое лицо проводника. А когда же ваша остановка? Мужчина печально улыбнулся. Юноша вдруг подумал, что возможно проводник никогда не умирал, да и вообще в принципе не был человеком. За окном посветлело, будто ночь сменилась утром. Белая пустыня перекинулась дремучим лесом. Деревья из полины молча взирали на Ива по ту сторону окна, кутаясь в снежные шубы. Юнос старательно вылизывался, устроившись на отдельном сиденье. Поезд проезжал мимо разных станций и полустанков, но все они выглядели заброшенными. На каких-то из них стояли люди. Они отчаянно махали, чтобы поезд остановился и подобрал их, однако он почему-то пролетал мимо. Возможно, это были те люди, которых подберет другой поезд, держащий курс к обители чудовищ. Тут Ива прильнул к окну, отказываясь верить своим глазам. Зима отступала. На ее место пришло лето. Деревья стряхивали с себя снежные наряды. Из-под белого покрывала на земле показалась изумрудная трава. Ого! Только и смог произнести Ива любуясь сменной времен года. Поезд начал тормозить, когда проезжал мимо небесно-синего озера, возле которого расположился небольшой домик, окруженный садом. На полустанке стояла девочка в ярко-голубом сарафане, держась за ошейник огромного пса с янтарными глазами. Пожилая пара тут же засуетилась. Старушка убирала вязание в небольшую сумку. Ее супруг достал из-под сиденья какой-то сверток. Их лица светились радостью и счастьем. Едва поезд остановился, как пожилая пара быстрым шагом направилась к выходу. Ива видел, что девочка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, стоя на полустанке. Она поглаживала пса по загривку, а тот разглядывал поезд, свесив из пасти язык. Наконец-то пожилая пара спустилась из вагона. Девочка радостно запищала, подбежала к ним. Пес заливисто залаял, в два счета оказался возле старика, принялся прыгать, стараясь закинуть свои передние лапы на его плечи. Когда псу это все же удалось, он облезал морщинистое лицо. Пока девочка обнимала старушку, она посмотрела на Ива, который выглядывал из окна и махнула ему рукой. Она приехала сюда лет пятнадцать назад, если взять человеческое лето исчисление, раздался над ухом любопытного Ива голос проводника воспаление легких. У девочки были такие же синие глаза, как воды этого озера. А их пса сбила машина вскоре после похорон дочери. Он сам запрыгнул в вагон, не дожидаясь, пока я спущусь. Проводник улыбался. Девочка помахала ему. Это ее родители? Догадался Ива. Мужчина кивнул. Поезд несся через золотые поля, пересекал луга. Ива уже перестал чему-либо удивляться. Вот они проезжают мимо солнечной поляны, усыпанной спелыми яблоками, а через какое-то время несутся сквозь дождь. Юноша лишь думал о том, что насколько у всех разные понятия о чудесном месте, где хочется провести вечность. Кто-то выходил из вагона, когда бесновалась гроза, и из-за стены дождя мало что было видно. Ива разглядел лишь очертания домов, в которых горел свет. У кого-то счастьем было выйти в золотой осенний сад. Кто-то отправлялся к небоскребам, которые появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Не всегда на станции стояли встречающие, поэтому люди, покинувшие вагон, отправлялись к своему пристанющему в одиночестве. Правда, печальными они от этого не выглядели. Кто-то ехал с багажом, а кто-то с пустыми руками, как Ива. Проводник сказал, что в качестве багажа могли послужить те вещи, которые либо положили в гроб на похоронах и человек забирал их с собой, если не садился на поезд вплоть до церемонии погребения, или же проводник передавал багаж во время поездки. Либо эти вещи были вместе с человеком в момент смерти. Ива пришел в ужас от этого, что кто-то добровольно ходит в той тьме, ожидая, когда его тело опустят в могилу. Пока Ива ехал, он думал о матери, отце и дедушке. Юноша искренне надеялся, что поезд прибудет туда, где находится самый лучший друг, не считая кота. Иногда Ива казалась, будто отчетливо слышит, как мама зовет его по имени и умоляет вернуться. Ваш багаж. Проводник принес Ива небольшой сверток. Затаив дыхание, юноша развернул его, едва он увидел содержимое, как разрыдался. Остальные пассажиры с ожалением смотрели на паренька, шмыгающего носом и вытирающего слезы рукавами своей толстовки. Юнош негромко мяукнул, запрыгнул к Ива на колени, свалив на пол часть содержимого и принялся вылизывать щеки юноши своим шершавым языком. Ива продолжал плакать, поглаживая кота. Перед Ива лежал скетчбук, в котором он часто рисовал различные картинки. Особенно ему нравилось изображать птиц. В свертке были старые кисти, несколько карандашей, с которыми он никогда не расставался, ошейник юноса, пара кошачьих игрушек и дедушкины любимые сигареты. У Ива защемило где-то в области груди. Была еще записка, от которой Ива чуть не завыл. Ива, я тебя очень не люблю. Прости нас с мамой за то, что мы часто ругались. Передавай дедушке привет, если увидишься с ним. Ива закрыл глаз, перевел дыхание. Пожалуйста, встреть меня, когда я умру. Папин почерк. юноша замер. Записка очень быстро намокла от его слез. Значит, похороны уже прошли. Дрожащими руками Ива одел на кота ошейник темно-коричневого цвета с табличкой, на которой значилось его имя и адрес дома, где он жил. Ива нестерпимо захотелось обратно. Только бы на минуточку увидеться с мамой, убедиться, что с ней все хорошо. Посидеть с папой вечером на веранде после ужина или сыграть в приставку. Да он бы вернулся к учебе, закрыл все хвосты в университете. Он пролистал свой скетчбук, задержавшись на странице, где Ива нарисовал чудесную Майю, которая училась с ним на одном курсе. И почему не хватило смелости пригласить ее на свидание, ведь это было так просто. Скоро ваша станция. Полголоса сказал он. Ива выглянул в окно, пока он разглядывал сверток, сосновый бор, сменился смутно знакомым пейзажем. Вдалеке показалось море, где на побережье стоял дом. Юноша прижался к стеклу, расплывшись с счастливой улыбки. Его сердце стучало невыносимо громко. На станции его встречал дедушка. Ива подхватил на руки кота, в торопях собрал все мелочи из багажа, бросился к тамбуру, выскочил на перрон. С радостным воплем он подбежал к дедушке, обнял его так крепко, как только мог. Пожилой мужчина расхохотался. Расцеловал внука, изумившись тому, что Ива стал очень высоким с их последней встречи. Юноши тогда едва стукнуло десять. Дедушка уже почти ничего не видел и не мог ходить, а теперь он был полон сил, даже помолодел. От него пахло мылом, терпким одеколоном, морской солью. Тот самый запах, который Ива прекрасно помнил. Так пахли все письма, которые приходили от дедушки. А ты как тут оказался? С удивлением спросил дедушка у кота, который с интересом к нему принюхивался. Юнос видел его впервые, но это не помешало опереться лапками ему на плечи, обнюхать лицо и потереться о бороду. Дедушка снова рассмеялся, ласково погладил кота по голове. Ива обернулся на вагон. Проводник смотрел из окна и улыбался. Юноша махнул ему рукой. Тот махнул в ответ. Поезд тронулся. Лайв сторис Жизненные истории Привет, это Андрей. Сегодня у нас выходной день, и мы с вами прогуляемся по одному из центральных бульваров города Донецка, бульвару имени Пушкина. Посмотрите, какой Донецк вечером. Погнали! Так, мы начали свой променад одного конца с северной стороны города. северной стороны бульвара. Как видим, здесь находятся такие вот картины, на которых упоминаются люди, которые ранее жили на Донбассе, проявили себя. вот. Далее, такие вот небольшие стелочки, скульптуры, цветы. Как вы видите, за бульваром ухаживают, потому что это как бы сердце нашего города. Вот. Также бульвар в Донецке называют Донецкой Рублевкой. Почему? Потому что здесь любят отдыхать как говорится люди с хорошим достатком, так сказать. Ну и хватает, я думаю, всяких и таких и таких разных людей. Вот. Пойдемте дальше. Видите, дальше продолжаются такие же картинки стеллы, такие же памятники. Так. Розы, Донецкие розы. Скоро уже цветут, но пока еще радуют нас. Так. Наша прогулка будет беглой, то есть я вот иду снимать не буду, потому что даже не хватит ролика, чтобы все там четко показать, но самые красивые места буду показывать. Видите, суббота, люди вышли на прогулку с детьми, пенсионеры отдыхают, обсуждают последние новости, события нашего города. Такие вот ларечки с кофе, глянем почем там кофеек сегодня. Такие вот цены. лимонад. Так, мы сейчас приближаемся к одной из известных кафе нашего города, который находится на бульваре, это пирамида. Построено это было кафе в начале 2000-х. Вот, здание построено в форме пирамиды, вы видите. Считалось местным отдыхом обеспеченных людей. Мне в начале 2000-х удалось побывать. Сейчас помню десерт за 100 гривен при курсе 5, по-моему. 5 к 1 долл, то есть 20 долларов десерт. Скажу, что было вкусно. Вот, сейчас он до сих пор работает. Насколько с посещаемостью здесь, я не знаю. Но, видите, кафешка работает. Вот, но что, если там люди, сказать сложно. Миллениум сейчас она называется. Миллениум. Такое вот название. Так, это пересечение с театральным проспектом. С той стороны находится театр, оперный театр, опера и балета, если быть точным. Переходик. Мы видим кафешку, которая называется, ресторан даже, называется Барбари. Тоже был построен еще в мирные времена. Но здесь, как правило, многолюдно бывает. Кстати, заведения не из дешевых. Но с посещаемостью проблем у них нет. Идем дальше. Видите, бульвар продолжается. В конце этой части бульвара будут известные часы. Сейчас мы к ним подходим. Покажу ему летняя площадка Барбари. Видим людей еще немного, но скоро будет все забито. Как говорят, донецких денег нет, но все дорогие кафешки всегда забиты посетителями. Идемте дальше. До часов, пока мы еще не дошли, вот такой монумент увидел ранее возле этого памятника или монумента сделан в виде лодки с парусами. Сейчас часто собирались танцоры, они танцевали сальсо, бачато. Здесь было всегда многолюдно. Возможно они сейчас тоже собираются, но я здесь бываю крайне редко, поэтому не в курсе. Так вот такой кстати хочу показать вам такой автобус автобус быстрого питания, так сказать. Здесь готовят хот-доги, возможно шаурму, но прикольный такой донор называется, да? Лучшее быстровкусное рядом. прикольный такой бизнес-проект и оформлено интересно. Ну пойдемте дальше, посмотрим часики и пойдем далее по бульвару. Тоже подходим к часам. По бокам у нас также кафе, с левой стороны это Sun City. Справа название не помню, честно говоря, потому что названия менялись. Слева Red Cups, перед войной он назывался по-моему Cruza. И справа Hinkale ресторан грузинской кухни. Вот эти часики. Красивое такое варенье. пойдем ближе. Покажу. Время, кстати, показываю точное. можно смело утверждать, что мы сейчас находимся в самом центре бульвара, то есть в самом сердце. Слева это пересечение с улицы Гурова. Справа сервера у нас будет университет национальный Донецке общежитие. Также институт где я ранее работал. Потом Red Caps. А слева находится пятизвездочный отель на Баспаласе. Плохо отсюда видно. Легонца только зеленую его крышу видно. Пойдемте дальше. Дальше будут фонтаны. Также слышу какие-то звуки похожие на выступления. Возможно там какой-то концерт. Сейчас посмотрим. Кстати, вот указатель Смотрите он был посолен еще при Украине в мирные времена. Отель Артема Нанбас Арена. Туалет театр оперы и так далее. Пойдемте дальше. Видите кафешки забиты. Люди сидят отдыхают. То есть жизнь продолжается. Пойдемте посмотрим что же там за концерт за выступление. Друзья мы подходим и слышим музыку. Такой вот музыкант. Ты засел на песня в моей голове пахнет от желания как будто бы горю во мне. Смелей не стесняйся двигать петрами увереннее. Смелей украду тебя я у друзей. виновник названия этого бульвара Александр Александр Сергеевич Пушкин вот его стела кстати его головой называется голова Пушкина за Пушкиным мы видим театр Донецкий драмтеатр кстати до сих пор работает сейчас у него новый сезон вот так вот как-то так вот такие вот донецкие вечера сейчас пока еще тепло осень только начинается но скоро начнет холодать но людей здесь так и не уменьшится идемте дальше так а здесь идет выставка выставка картин вот различных поделок плетеные вещи стоят продаются какая вот красота так дальше идем смотрим что у нас дальше также продолжаются выставки ранее в конце бульвара каждую субботу выставлялись художники мастера сейчас конечно я понимаю этого гораздо меньше стало но все же есть это у нас просто торговые места так идемте выходной день народ гуляет не торопясь смотря на всякие ограничения все равно люди хотят выходить хотят общаться вот мы находимся во второй части блювара также фонтанчики плиточка цветочки с правой стороны первая школа города Донецка одна из элитных школ такие фонтаны я помню еще с детства эти фонтаны как видите работают за фонтанным оборудованием ухаживают порядочек красота видим уже некоторые деревья обретают свой желтый цвет осенний но скоро скоро все будет здесь красиво пестрит разными цветами друзья сейчас мы придемся в другой конец бульвара там я хочу один памятник показать и рассказать немножечко о нем так как я увлекаюсь авиацией этот памятник связан с покорением неба еще в детстве когда я интересовался воздухоплаванием мне папа рассказал одну историю вот и эта история она как раз связана с тем памятником который сейчас мы увидим для вас это будет пару секунд для меня это минут 5 давайте до встречи у памятника вот друзья мы почти подошли к памятнику я уже его вижу сейчас вам я его покажу и расскажу о нем так вот этот памятник называется слава героем стратонавтом 18 июля 1938 года далеко от этого места по прямой в ту сторону по курсу кстати вся информация взята из интернета из воспоминаний очевидцев пролетал стратостат его траектория постепенно снижалась то есть он падал 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 в итоге далее там есть парк Чербакова данный стратостат зазыпился за линию ЛЭП и загорелся когда спасатели люди подбежали к гондоле они ее вскрыли увидели там тела четырех стратонавтов данные люди стартовали по-моему 16 июля с подмосковного Зеленограда цель полета была были опыты медицинские опыты различные научные опыты в стратосфере в те времена как вы знаете активно исследовала стратосфера самолетов еще таких не было которые могли подняться на эту высоту вот люди исследовали стратосферу со стратостатов и вот данные данные люди они были одними из этих исследователей да и большинство как вы знаете людей которые исследовали ученых пилотов они положили свою жизнь на алтарь науки на алтарь развития авиации воздухоплавания вот и данные мужчины не стали исключением они погибли такая вот история я просто в детстве интересовался воздухоплаванием мне птица говорит пойдем я тебе расскажу и вот показывал это место рассказывал кстати на этом месте они и покоятся они здесь похоронены сначала они были похоронены на территории парка но потом решением властей города их прах был перенесен сюда здесь они и покоятся именами строительных стартонавтов были названы улицы у нас улица Ботенко улица Украинского Кучумова и так далее Столбуна то есть люди помнят помнят этих героев героев-следователей друзья вот наша краткая экскурсия подошла к концу сейчас скажу честно мог бы еще больше поснимать но во-первых бульвар местами пустой местами наполнен большой массой людей вот не все люди желают чтобы они попадали в кадр мне уже было сделано пару замечаний вот поэтому не хочется нарываться на неприятности хотя хотелось бы вам показать многое в нашем городе наш город является красивым он не смотря на войну и на другие события все равно он красивый чистый ухоженный вот и дончане его любят ну ничего будем снимать аккуратно в другой раз другие места сейчас я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты кстати да еще дончане кто уехал из города кто хочет посмотреть свой город пожалуйста пишите под этим видео комментарии что бы вы хотели посмотреть я абсолютно бесплатно съезжу на это место и постараюсь вам его заснять у меня все всего доброго пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok